На медиане АМ треугольника АВС отмечена точка D, так что АД на ДМ равняется 1 к 3. Через точку D проведена прямая параллельная сторона АС. В каком отношении эта прямая делит сторону ВС, считая от вершины С? Для начала сделаем рисунок, запишем данную. БМ равняется МС. АД так относится к ДМ, как 1 к 3. ТК параллельна АС. Точка D принадлежит КТ. Найти, в каком отношении точка Т делит сторону ВС, считая от вершины С. То есть ТС на ВТ неизвестно. Воспользуемся условием, что ТК параллельна АС. Тогда отсюда следует, что угол 1 равен углу 2. Так как это соответственные углы при параллельных прямых ТК и АС и секущей АД. Угол 3 общий. Тогда из этих двух пунктов мы можем сделать следующий вывод, что треугольник МДТ подобен треугольнику МАС по двум углам. Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого треугольника, то такие треугольники подобны. А раз треугольники подобны, отсюда следует, что соответствующие стороны будут пропорциональны. То есть ДМ так относится к АМ, как МТ относится к МЦ. Позднее это выражение нам пригодится. Обозначим его через решетку. Воспользуемся условием, что АД так относится к ДМ, как 1 к 3. И ведем переменную. Пусть сторона АД равна Х. Тогда и соотношение у нас следует, что ДМ равняется 3Х. Рассмотрим длину отрезка АМ. Длина отрезка АМ будет равняться сумме длин, на которой он разбит. АД плюс ДМ. Тогда у нас получается, что АМ равняется... АД это Х, ДМ это 3Х. И у нас получается, что АМ равняется 4Х. Воспользуемся выражением с решеткой. И подставим туда полученный результат. Тогда у нас получается, что ДМ это 3Х на АМ это 4Х. Будет равняться МТ на МЦ. Сократим Х. И у нас получается, что МТ на МЦ равняется 3 четвертых. Ведем переменную. Пусть МТ равняется 3А. Тогда МЦ будет равняться 4А. Найдем длину отрезка ТЦ. Длина отрезка ТЦ будет равняться разнице двух отрезков. МЦ минус МТ. Тогда у нас получается, что ТЦ будет равняться... МЦ это 4А минус МТ 3А. Тогда у нас получается, что ТЦ равняется просто А. Найдем длину отрезка БТ. Длина отрезка БТ будет равняться сумме длины отрезков, на которые разбит. БМ плюс МТ. Тогда у нас получается, что БТ равняется... БМ по условию равняется МЦ. Плюс МТ. МТ мы обозначили через 3А. Преобразовываем далее. МЦ это 4А плюс 3А. Посчитав, получаем 7А. Найдем соотношение. Тогда у нас получается, что ТЦ так относится к БТ, как ТЦ мы ранее нашли, это А. БТ мы также ранее нашли, это 7А. Сократим А. И у нас получается, что ТЦ так относится к БТ, как 1 к 7. Запишем ответ. ТЦ на БТ будет равняться 1 к 7. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.